МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗАПЛАТИЛ Налоги, но спокойнее спать не стал? Ага. Ясно. СИП «Нефтигрупп» тебе надо. А они помогут? Помогут. И с налоговой, и с отчетностью. Ну ты позвони им, сам все узнаешь. СИП «Нефтигрупп». Консультации, ведение компаний, юридическая помощь в миграции компании, в том числе альтернативная ликвидация. СИП «Нефтигрупп». Здравствуйте. Вы смотрите программу «Новости Сургут-24». В студии Александр Маковей. В начале выпуска коротко о главных темах. В округе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю жители получили почти полторы тысячи положительных тестов. Власти вводят рекомендательный масочный режим для части югорчан. Более 50 ребят из 11 стран мира посетили Сургут. Это молодые люди, так или иначе связанные с нашей страной, но живущие за ее пределами, что показали гостям. В Тюмени отметили 78-ю годовщину образования области. Как прошел праздник и знают ли местные жители, какие еще регионы входят в состав матрешки. Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в общественных местах, в регионах, где в неделю болеют более 50 человек на 100 тысяч населения. В Югре указанный порог превышен почти вдвое. В нашем регионе, по данным за 7 дней, с 8 по 14 августа выявлено 1417 ковид-положительных. Госпитализирован 101 человек, выздоровели 849. Рост, отметили сегодня на заседании окружного оперативного штаба, продолжается. Заместитель губернатора автономии Всеволод Кольцов отметил, что причина всплеска связана с тем, что в циркуляцию вошел новый подвид коронавируса. Он характеризуется более высокой заразностью и короткими инкубационными сроками. Вместе с тем, подчеркнул чиновник, количество тяжелых случаев столь же пропорционально не растет. Однако от лица рабочей группы вице-губернатор направил в оперативный штаб документ о принятии дополнительных защитных рекомендаций. Это касается людей возраста 60+, а также беременных женщин. Мы рекомендуем им по возможности отказаться без особой необходимости посещать людные места. В случае их посещения пользоваться масками. Кроме этого, мы рекомендуем муниципальным штабам усилить контроль за качеством дезинфекции мест общественного пользования и автотранспорта. В Югре снижается число безработных. По данным на 16 августа, в регионе не имеют постоянного источника дохода 3,5 тысячи человек. На начало года таковых было почти на тысячу больше. При этом вакансии в базе данных центров занятости 25 178. Ситуацию власти региона характеризуют как позитивную, но продолжают мониторинг. В одном только Сургутском районе размещено почти 2000 предложений о работе. Нетрудоустроены всего 78 жителей. Под риском увольнения находится 15 человек, а всего таковых в Югре – 772. За последний месяц число тех, кому угрожала перспектива оказаться на бирже труда, уменьшилось больше, чем вдвое – на 1158 жителей. Это связано с тем, что ряд компаний, ранее испытывавших сложности, выровняли свое финансовое положение и сохранили штат. Около 300 человек помогли начать собственное дело. Из них 53% стали индивидуальными предпринимателями, 47% ушли на самозанятость. И чуть менее, точнее, 5000 человек уже приступили к общественным работам. На сегодняшний день это те меры, которые помогают людям в непростой период пережить ту или иную проблему, связанную с работой. Временные сложности. В Сургуте из-за строительства дороги, связывающей проспект Комсомольский с набережной Ивана Кайдалова, временно ограничено движение автомобилей по реконструируемому участку. Транспортный поток пока направляется в объезд по внутриквартальным магистралям рядом со зданием второй городской клинической поликлиники многоэтажками 10-1 и 12-1 на Комсомольском. По предварительным данным, привычное движение от проспекта к улице Федорова восстановят к 1 сентября. Полностью же сдать новую улицу, как отмечено в паспорте объекта, подрядчик должен в декабре этого года. Напомню, данный участок транспортной сети Сургута, первый, который строится в Югре по концессионному соглашению. После ввода в эксплуатацию инвестор еще в течение нескольких лет будет содержать и обслуживать магистраль. Более 50 представителей из 11 стран мира посетили Югру. Визит гостей был организован в рамках программы культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия». Проект реализуется совместно с Федеральным агентством по делам Содружества независимых государств. В нашем городе гости пробыли три дня. О том, что больше всего впечатлило ребят, расскажет Валерия Кудрявцева. Сургут встретил иностранных гостей дождем, однако впечатление о городе это не испортило. Знакомство с самым крупным муниципалитетом Югры длилось три дня. В первый ребята посетили Сургутский государственный университет. Там делегации показали и рассказали о возможностях для обучения студентов. Во второй день гости посетили окружной фестиваль уличного искусства «Мосты». В Сургуте мероприятие проходит впервые. Фестиваль «Мосты» проходит второй год. Фестиваль – площадка, которая объединяет многих организаторов. В этом году у нас арт-вахта объединилась с мостами, также несколько грантодателей дополнительных, также «Вальгала джемп». И все организаторы объединяются для одного дела, чтобы прокачивать культуру. В этом году две работы появятся. Это на торце «Ситимол» и вот большая-большая стеночка, вот этот продакшн, который сегодня создается, 22 художника даже рисуют. В рамках проекта «Здравствуй, Россия!» в нашу страну приезжают ребята от 14 до 19 лет. Это те, чьи родители или один из них родом из России, кто изучает русский язык или культуру нашего государства. Бабушка и мама Сабрины Кабелвы, например, родом из Бурятии, а отец – из Танзании. Родители Сабрины познакомились во время учебы в Петербурге. Сейчас девушка живет в Африке, но при этом хорошо знает русский язык и даже преподает его маленьким детям. Для Сабрины поездки в Россию не в новинку, однако природа Югры и быт коренных народов Севера девушку впечатлили. Мы ездили в эколе деревни, мне там очень сильно понравилось. Мы фотались с оленями, бегали с собаками, кушали еду, ягоды собирали. И, короче, был очень большой коннект с природой. Мне там очень сильно понравилось. В России я была в Питере, в Москве, в Бурятии, в Лануде, в городе Лануде и в селе Бичура. Когда мы ездим к бабушке, мы все время пытаемся очень много времени провести на природе. Там природа очень красивая, там горы, как в Антамансинске, только чуть побольше. И елочки, очень много елочек. Наш округ произвел впечатление и на Бете Ермолаеву из Израиля. Она поражена и природой нашего края, и культурой. Огромные леса, чуть-чуть холодновато. Я первый раз видела столько грибов, ягод вместе. Еще плюс, конечно, традиции, ваша культура. Нам про все это рассказывали, все очень понравилось. И честно, я даже больше заинтересовалась этой культурой. И собираюсь чуть-чуть ее поизучить, даже когда я приеду домой. Побывали ребята также в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история». Там гостям о городе и жизни молодежи рассказала заместитель главы Анна Томазова. Мы хотим поделиться еще одним интересным проектом для вас. Я думаю, он точно будет интересен. Наши школьники вышли с такой инициативой, и глава города Андрей Сергеевич Пилатов поддержал ее. У нас есть такой проект «Будущее здесь». А в чем его смысл? Ребята готовят проекты инициативы, защищают их. Победители едут в Сколково на стажировку. В рамках проекта «Здравствуй, Россия» делегацию из разных стран мира в Ханты-Мансийский автономный округ и в Сургут, в частности, привезли впервые. Организаторы отмечают, что проект сейчас нацелен на то, чтобы показать нашу страну с разных сторон. Игра была выбрана, потому что это очень аутентичный регион, необычный. Это регион, который представляет Сибирь. Нам показалось, что это будет хорошей возможностью для ребят увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и познакомиться с Россией, узнать, что в ней есть необычного. Программа «Здравствуй, Россия» действует с 2014-го ежегодно. Благодаря ей около 700 человек из разных уголков мира знакомятся с культурой нашей страны. До конца 2022-го Россотрудничество организует поездки для соотечественников в Самарскую и Псковскую области. Валерия Кудрявцева, Владимир Федоров, Сургут, 24. Замечаний не выявлено. В Сургутском районе проверили избирательные участки перед единым днем голосования. Он назначен, напомню, на 11 сентября. Специалисты убедились в наличии средств пожаротушения, камер видеонаблюдения, системы оповещения и антитеррористической защищенности объектов. Всего в муниципалитете организуют 20 участков. Все они прошли проверку. Напомню, в этом году жители будут выбирать депутатов в Лямино, Федоровском и Белом Яру. Кроме того, предстоит определить, кто будет руководить такими городскими поселениями, как Барсово, Белый Яр и Федоровский. У нас все необходимые требования, прописанные в постановлениях правительства. И что должно быть, как должно быть. Охват видеокамер, наличие металлов, детекторов ручных, стационарных рамок. Обязанности, чтобы у нас сотрудники частных организаций знали инструкцию, знали положение о порядке пропуска, выпуска, эвакуации в случае чего. Проект «Парка мечта» в городском поселении Федоровский признан лучшим в Югре. Такого звания «Общественное пространство» удостоено на региональном конкурсе лучшей муниципальной практики в сфере благоустройства. Третье место в состязании получил проект по замене уличного освещения в Солнечном. Там все фонари теперь энергосберегающие. Благодаря этому удалось за год сэкономить 1 миллион рублей из бюджета поселения. Теперь практики отправят на всероссийский конкурс. В прошлом году, к слову, его победителем стал проект арт-парка в Русскинской. Отмечу, что запланированные на этот год работы по благоустройству в Сургутском районе выполнены на 30%. Всего на эти цели в 2022-м выделили больше 150 миллионов рублей. В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» реализуется 6 основных мероприятий. Два из них выполняются с учетом софинансирования федерального и регионального бюджета в городское поселение Федоровское или Московское и в городском поселении Лянтор. Общественная территория в пятом микрорайоне. Первый этап реализуется. И четыре объекта, которые за счет средств полностью сургутского района. Это кедропарк в Ультьягуне. Это русскинская продолжение строительства арт-парка. Это уже закончено обустройство общественной территории, прекраснейшей в сельском поселении Лямина. Трагедия в Сургуте. В воскресенье около полудня из окна пятиэтажки на проспекте Комсомольский, 12, выпал ребенок. По предварительным данным, трехлетний малыш на короткое время остался один в комнате, пока мама занималась с другими детьми, находившимися дома. Мальчик встал на табуретку и выпал с высоты четвертого этажа. Прибывшие медики спасти ребенка не смогли. Полученные травмы оказались фатальными. По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что семья была благополучной. На учете в органах профилактики не состояло. Телефонные мошенники снова обогатились. На сей раз на 2,5 миллиона рублей, благодаря доверчивой сургутянке. 60-летняя женщина стала жертвой аферистов еще 2 августа. Злоумышленники, позвонив, представились сотрудниками банка. Убедили пенсионерку оформить кредит, якобы для сохранности ее средств. Деньги, которые женщина заняла у финансовой организации, перевела на карты мошенников. Сургутянка поняла, что ее обманули лишь спустя 10 дней. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье мошенничества. Не убедился в безопасности маневра. В понедельник вечером на Тюменском тракте грузовик протаранил легковушку. Авария произошла напротив торгового развлекательного центра «Аура». По предварительным данным ГИБДД, 57-летний водитель иномарки «Ман», перестраиваясь из одной полосы в другую, не заметил седан марки «Джили» и столкнулся с ним. Менее габаритную машину грузовик развернул и протащил на несколько метров вперед. К счастью, в этом ДТП пошлось без пострадавших. По факту столкновения ведется административное расследование. В Тюмени отметили 78-ю годовщину образования области. Регион считается укропненным за счет вхождения в него еще Югры и Ямала, которые фактически являются самостоятельными субъектами Российской Федерации. Тем не менее, связи между автономными округами и Тюменской землей остаются крепкими. Знают ли жители областной столицы о существовании Хмао и Янао, и чем гостей праздника удивляли местные ремесленники. На площади 400-летия Тюмени работали Сергей Кондаков и Дмитрий Круковец. Праздник прошел на площади 400-летия Тюмени. Радовали гостей различные выставки, мастер-классы, интерактивные и танцевальные площадки, а также ярмарка умельцев. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Леонид Клесенко на ярмарку привез стулья и табуретки, мебель, ручной работы. Добавить эксклюзивности и интересы к своей продукции умелец решил нетривиальным способом. Сделал мини-куранты. Целый звонный набор производства Валдайского завода того, что отливает колокола для многих храмов страны. Как я занялся колокольчиком, это совершенно случайно. Когда меня пригласили на ярмарку, а я колокольчики собираю. Я думаю, как завлекать публику. Взял колокольчик и ушел по колоколю. Буквально второй мужик подходит, говорит, продается. Я говорю, нет, реквизит. Он говорит, жалко, я бы купил. Я подумал, думаю, ну если спрос есть, должно быть потребление. И у меня сейчас прямые поставки с завода. С завода, вот это, это Великий Новгород, где делают валдайские колокольчики. С деревом у тюменцев отношения особые. Значительная часть продукции, представленная на ярмарке умельцев, как раз из этой категории. Швирелька, ну сам придумал детишкам, чтобы немножко разинтересовать слуховое отношение. Научиться. Там какие-то ноты? Нет, по слуху. Элементарно. Это чисто не детишек. Разнообразие. Удивлял гостей праздника 9-летний Николай Кась. Он представил ручной работой декоративные ножики, расчески, игрушки, брелоки и многое другое. В Тюмень показать свои творения приехал вместе с отцом из деревни Тангачи, что в Нижне-Тавдинском районе. Там у молодого человека есть свое поголовье скота, за которым тот сам ухаживает. А свободное от фермерства время парень посвящает работе с деревом. На один ножик может уйти три месяца, потому что надо заготавливать, фанеру как-то выстрагивать, закупать новую. Я же не хухры-мухры, тут я торгую. Понятно. Интерес к твоей продукции есть? Есть. Покупают хорошо. Особенно вот, знаете, такую современную игру Майнкрафт? Вот со всякими кубиками вот такой вот. Покупают очень хорошо. Нашлись в Тюмени и югорчане. Они подготовили для гостей мастер-классы по изготовлению хантейской куклы. Для нее нужны кусочки жгута и ткани, а также ниточка. По словам ремесленниц, интерес тюменцев к традициям коренных народов Севера огромный. Я сегодня еще делала ложку с ребятишками, взрослые даже сегодня делали, бабушки делали. Вот такая заготовочка была, они обводили все это вокруг. Потом, значит, таким образом сворачивали, провязали и мы вставляли в палочку. Есть в лесу береза, да, сняли небольшой пласт. И, пожалуйста, вы можете сделать ложку. Без ложки вы не останетесь. Но чтобы еще, например, можно было еще и чаю напиться, потому что не выбрасывать же остальную березу, останется у вас прямой булечкой, вы его сворачиваете конусом, делаете тоже палочку, соответственно, и можете в костер поставить, налить туда воды и вскипятить спокойно чай. Дети сегодня просто были в восторге. Сами тюменцы остались довольны праздником. На площадь пришли более 20 тысяч человек, и большинство из тех, с кем мы поговорили, знают не только название праздника, но и историю. Весело, хорошо, мне нравится, как проводятся в Тюмени вообще мероприятия. Это день рождения Тюменской области, 78 лет, по-моему. А знаете, сколько регионов в Тюменской области всего? Три, наверное. Какие? Ямальские, Югра и Тюменская область. Знаете, что за праздник сегодня? Конечно, Тюменская область. Сколько городов в Тюменской области, знаете? Да, нет, не могу сказать. В Тюменской области 29 городов, и больше половины из них 16. В Хантамансийском автономном округе. В правительстве Тюменской области отмечают, что границ между этим регионом и Ямалом с Югрой не проводят, а связь сохранена во многих сферах. Она, конечно, сохранена, и она во всех областях до сих пор развивается, и не только в культуре, и, конечно же, в образовании, и в экономике, и в инвестициях. Самое главное – это люди, которые переезжают с одного региона в другой с удовольствием, и работают, и общаются, и проживают. Поэтому мы, на самом деле, не делим отдельно Тюменской области, а круга, мы считаем, это большой Тюменской области. Венчал праздничную программу большой концерт с участием Таисии Павалей, Варвары, Петра Дранги, Руслана Олехной и других. А выступление было посвящено двум событиям – Дню Тюменской области и 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона. Все те певцы, которые привезены, и коллективы, которые сегодня выступают на сцене, они когда-то получили старт, творческий старт, именно под руководством Иосифа Кобзона. Иосиф Кобзон является почетным нефтяником Тюменской области. В период освоения Сибири, освоения нефтегазоносных месторождений, он очень часто приезжал со своими концертами. Дмитрий Круковец, Сергей Кондаков, Сургут-24. Журналисты Сургут-24 побывали в пресс-туре по Тюменской области. Благодаря телеграм-боту «Мартин, проводи вертикальный слэш Тюмень и Шим» или, например, Тобольск, можно не только узнать маршруты для досуга в этом регионе. В Тобольске интерактивный гид расскажет интересные факты о стрит-артах, базарной площади и аптекарском саде. Пока у онлайн-путеводителя по купическому городу только три локации. Впрочем, волонтеры планируют расширять перечень экскурсий. Нужно сказать, что ваш приезд подтолкнул нас к тому, чтобы мы наконец-то доделали свой телеграм-бот нашего гида Мартина, который проводит нас по аптекарскому саду. На зеленой территории общей площадью 6,5 гектаров местные жители высадили 435 деревьев. Коллектив медицинского колледжа совместно с серебряными волонтерами позаботились о лекарственных травах и создали аптекарский огород. Там сейчас растет полынь, шалфей, мята и не только. Наряду с пространствами для детей и взрослых не забыли и о площадке для прогулок с собаками. Жители Тобольска принимают активное участие в реновации исторического места, созданного еще в 19 веке. Мы сделали для сада сайт и качаем бренд сада. Нам нужно здесь сформировать сообщество таких же жителей, которые неравнодушны к этому месту, чтобы они в дальнейшем самостоятельно могли управлять пространством. И еще интересный момент здесь в том, что сад находится, он точно такой же муниципальный, общественный. Благоустройством занимается город. Событийным наполнением занимаются, по сути дела, волонтеры. И все события, которые у нас прошли в саду, их было уже более 80. Сами жители решили, что они хотят йогу в саду и проводят. Аптекарскому саду в этом году исполняется 221 год. Его реконструкция почти завершена. Длилось восстановление старейшего парка 5 лет. Возродить достопримечательность Тобольска стал возможным благодаря компании Сибур. Она поддерживает историческое пространство, как и остальные объекты города. О крупнейшем нефтегазохимическом предприятии России мои коллеги расскажут в ближайших выпусках новостей. А в аптекарском саду после запустения земли выжило 92 реликвийных дерева. Еще одна точка притяжения здесь – искусственный пруд. Его воссозданием еще занимаются. Завершить планируют к 2023 году. Вы же являетесь гостем парка. Он вас так сильно привлек, что у вас появилось желание открыть здесь какую-то секцию. Вот сегодня вы нас обещаете душистым чаем. Расскажите, пожалуйста, как вы с ним познакомились, и когда вы для себя открыли, что это место силы, может, какое-то. Слушайте, ну насчет, когда познакомились, я уже не помню. Наверное, в момент, когда началось строительство, потому что я очень часто здесь хожу. В какой-то момент я понимаю, что скоро открытие сада. И, значит, списываюсь с организаторами, говорю, вот у меня есть такое желание быть вкладом в это место, и хочется проводить здесь мероприятие. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю за внимание. До свидания. Подчеркнуть индивидуальность? А может кардинально изменить стиль или создать новый образ? Магазин «Модный дом» представляет дизайнерские коллекции одежды из Европы и России. Стилисты магазина помогут составить гардероб и выбрать наряды, созданные специально для вас. «Модный дом» – ваш любимый гардероб. Улица Киртбая, 11, ТЦ «Альфа». Магазин «Модный дом». Ты изменяешь мне, Сморисон? Нет, мы просто гуляли. Умные домофоны от «Телеплюс» принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. «Телеплюс». Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИЯ ЮГРА. Увидели что-то интересное? Узнали что-то важное? Хотите рассказать об этом всей ЮГРЕ? Пишите. Присылайте фото и видео в сообщения группы ОМЕДИЯ ЮГРА. Станьте нашим ньюсмейкером ОМЕДИЯ ЮГРА. Летние распродажи рекламы на Радио Энерджи. Скидки на размещение роликов до 70%. Широкий охват аудитории. Мы вещаем в Сургуте, Нефтьюганске и обоих районах. Оперативность. Вашу рекламу услышат мгновенно. Узнайте подробности по телефону в Сургуте 22-12-22. Отсоединяйтесь 1-го дня по 31 августа 2022 года. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на Радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери Радио. Авторадио, Энерджи, Дача, Русский хит, Лапрадио. Позвони 221-222. Домашние и дикие. Дружелюбные и опасные. Популярные и экзотические. Такие разнообразные животные. Встречайте их в познавательной программе для детей и взрослых «Усы, лапы и хвост». Смотрите каждое воскресенье в 11.00 на телеканале «Сургут-24». Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМедиа. Сургут-24. Подпишись, будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМедиа. Сургут-24. 16+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова